Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за Лестер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился данный ролик, не поленитесь, подпишитесь на канал, вам не трудно, мне будет очень приятно. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, это игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео. Так что, кому интересны игровые прохождения, летсплей, подписывайтесь, я буду каждому там рад. Ну что же, сегодня у нас 4 матча, и как вы видите, первые два просто сумасшедшие домашняя игра против Арсенала. Они сейчас конкурируют с нами в турнирной таблице, у нас с ними равенство очков, поэтому здесь будет мощная заруба, ну и дальше это Ливерпуль. Идут на четвертой строчке, еще тем более на Энфилде, против них будет трудно сыграть. Фуллхам сейчас идет ниже даже 11 строчки, ну и четвертый у нас матч. Это в Лиге Европы против Гранады, но правда на выезде. Ну что же, давайте потихонечку будем начинать. Домашняя игра против Арсенала, у них действительно боевой состав. Вы посмотрите, Абуми Янг, Николя Пепе, Виллиан, Сибалес, Партей. То есть, ну это просто мощь сейчас будет. Так, мы выбираем наших игроков и выдвигаемся на матч. Ну что же, некоторых игроков, например, Санчеса и Союнцу мы убрали из-за того, что у них ниже среднего даже показатели. Почему бы и нет? Вот такой тоже интересный состав мы выбираем. 91 у нас как минимум командный лук. Я бы не знаю, здесь стоило бы нам, наверное, в самом даже плане игры в Варде чуть повыше ставить и Тилиманса, мне кажется. Все будет здесь тогда вот замечательно. Вот так вот немножечко будем играть на этой игре. Ну а потом посмотрим, может быть, так и сохраним. Поехали. Итак, Лестер-Сити против Арсенала. Варде в центре поля. Поехали. Айозу Перес на Тилиманса неплохо. Тилиманс. Хорошая передача на Джейми Варди. Варди. И Мэдисон забивает все-таки 20. Все уже не то увидел. 19-я минута и Мэдисон забивает гол. Отлично. Не получилось у Варди немножко здесь пробить точно мимо вратаря. Но в любом случае здесь вот Тилиманс хорошо нашел Варди пасом. Вот. Ну и здесь Мэдисон отлично ворвался. И здесь на самом деле Белерин не успел за Мэдисоном. Ну и супер. 1-0. А Лестер выходит вперед. Айоза Перес. Очень как хорошо и здесь. Ну это просто шикарно. 2-0. Давно мы не забивали два мяча. Да тем более еще и в первом тайме. И вот и Айоза Перес. Замечательно забивает. Причем играя не на своей позиции. Он вышел вместо Ундера вообще на эту игру. И замечательно вписался. И все-таки пропускаем. 84-я минута. Капитан Арсенала Пьер Эмирика Бумиянг забивает. Давайте я выпущу вместо Варди с Лимани. Который кстати если я не ошибаюсь мы продали в Арсенал. Посмотрим. Может быть что-то у него получится. Супер. Минимальная победа над Арсеналом дома. Очень хорошо что забили в первом тайме еще. Иначе у нас бы просто не хватило сил. А у Арсенала это был единственный удар. В створ. И у них это получилось забить. Айоза Перес лучший игрок матча. 7-5 у него оценка. Итак после 13-го тура мы поднимаемся на шестую строчку. У нас 24 очка. Отставание до первого места в 10 очков. Итак Месси удостоена награда лучший футболист мира. Лучший главный тренер мира это Куман. Кстати очень странно. Так ежемесячный отчет готов. В сборную места попали Мэдисон и Варди. Санчес, Союзу. Прибавли по одному к рейтингу. Вот Эванс и Айоза Перес. Минус один к рейтингу. Ну что же на втором месте был Крещано Роналдо. В этом голосовании. А на третьем месте Вирджил Ван Дайк. Ну и Куман. Стал лучшим главным тренером мира. Итак сейчас у нас очень важная игра. А в сегодняшнем выпуске мы играем против Ливерпуля. Это четвертая строчка. Что у нас по готовности? Шмихель очень устал. Я вот не знаю. Я наверное против Фулхама буду его менять на Варда того же. И вот здесь у нас Фафана. Прям хороший рейтинг. Именно командный дух. Вот этот настрой на игру. Поэтому ой да мне кажется мы здесь точно влетим. Много ключевых игроков у нас просто не готовы к игре. Ну что же. Вот таким составом мы выходим немножечко. Здесь то уж точно придется Варде назад опустить. Потому что здесь наверное нам придется только обороняться. Итак. Энфилд. Ливерпуль против Лестер Сити. Поехали. И вот замечательный момент. Ундер. В центр на Варде. И Варде 1-0. На 90-й минуте. Причем смотрите. Арбитр ничего не добавил. И Варде забил действительно на последней минуте. В очень важном матче. И все. Финальный свисток. Мы одержали две очень важные победы. Над Арсеналом. Над Ливерпулем. Ну это очень даже здорово. Обидно, что в предыдущих выпусках мы проигрывали. Ну и Варде стал игроком матча. Ну и после этой победы мы все так же остались на шестой строчке. И у нас отставание в 10 очков до первого места. Ну что же. Вроде как мы справились с двумя серьезными соперниками. В сегодняшнем уж точно выпуске. Поэтому мне кажется состав можно ротировать немножко. Потому что далее как мы видим у нас даже игра с Тоттенхэмом. Это уже будет в следующем выпуске. В следующей серии. Ну а Фулхам идет кстати сейчас на 19 строчке. Это зона прямого вылета. Поэтому мне кажется можно выпустить тех футболистов. Кого я может быть хотел видеть. Тем более у нас вон Эван Саюнсу. Кстати я не помню Саюнсу вроде вообще ни разу сегодня так и не сыграл. Но придется выпускать даже того же Фафану, который не успевает отдыхать. Выпущу даже Кастагне с плохой формой. Много сегодня футболистов выйдет с плохой формой. Айозу Перес, Барнс, Кастагне. Вот выпустил даже вместо Варди Слемани. Ну вот просто попробовать это надо. Если не сейчас то когда. И вместо Мэдисона, а точнее возьму Мэдисона с собой. Ну вот я не знаю стоит ли это вообще того. Вместо Минди наверное. Поэтому вот таким составом выйдем против Фулхама. Надеюсь что-то из этого выйдет. Поехали. Итак Лестер сейчас принимает Фулхам. Мы идем неплохо так там почти топ 5. Шестая строчка если не ошибаюсь. И играем против 19 места. Надеюсь сейчас из-за того что я ротировал состав. У нас проблем сильных не будет. И дальше бы могло конечно все это продвигаться. Но нет. Ничья у нас против Фулхама. Но это наверное все-таки ничья именно для гостей. В плюс нежели чем для нас. Ну 19 строчка мы обязаны были обыгрывать. Но даже по ударам им смотрелись лучше чем мы. Ну и Варт еще у нас голкипер стал лучшим игроком матча. Ну что же после этого матча мы даже поднимаемся повыше. Именно как раз против Тоттенхэма. Мы попадаем в эту пятерку. 12 очков у нас отставания до Челси. Вот опережаем Тоттенхэма. Но это как раз перед очной встречей с ними. Ну что же у нас продается кстати Джастин. Вот за 7 миллионов 600 тысяч мы продаем его в Астонвиллу. Он уходит от нас зимой. Но у нас сейчас игра в Лиге Европы последняя между прочим. Поэтому нам сегодня нужно побеждать. В любом случае если даже сыграем в ничью. У АЭБа есть все шансы обыграть стандарт. И выйти с первого места. Поэтому я буду пытаться все-таки сам выйти с первого места. Вот все-таки если я не ошибаюсь никак это ничего здесь не значит. Именно первое место в Лиге Европы. Если я не ошибаюсь. Вот поэтому в любом случае Гранаду обыгрывать нужно. Тем более они там. Если как раз АЭБ проиграет стандарту. Гранада если обыграет нас. Выйдет в плей-офф вместе с нами. Поэтому только при таких раскладах. У Гранады есть какие-то шансы. Так ну снова вот мы видим Эванс. Не готов. Но хотя бы Союзу теперь у нас. Вроде как заряжен. Орбан выйдет сегодня получается. Ну и все. То есть вот таким составом я бы и вышел. Сейчас на этот матч. Побеждать мне нужно. Тем более. Тем более. Это Еврокубки. И выйти с первого места нам нужно. Итак. Лос Карменес. Может быть ударение не так поставил. Домашний стадион Гранады. А Лига Европы последний. Шестой тур. Поехали. Так ну и сейчас он Дерва догоняет. А он догоняет. И прострел. И Варди забивает. И вы посмотрите что творит сегодня Варди у нас в выпусках. Он снова забивает на последних минутах. Что было в матче с Ливерпулем. Что сейчас. И благодаря этому голу мы выходим в плей-офф Лиги Европы с первого места. Как шикарно здесь обокрал Вартера Хундер. Вообще третий номер. Ну вы посмотрите. Он просто сейчас бежал. Головый гибнув. Просто смотрел в землю. Никто не держал Варди. И замечательный гол. Тем более дальний угол от вратаря. И все. Варди радуются. Все довольны. Мы выходим с первого места. Ну вот шикарные голы. Удача сегодня точно была на нашей стороне. Вот единственный удар был в створ сейчас. На последних минутах матча. Супер. Ну как там сыграл он кстати АЭП? АЭП сыграл в ничью с стандартом. Поэтому мы в любом случае вышли с первого места. Но у Гранады кстати были шансы, если бы они нас обыграли. Ну там вряд ли разница мячей у них очень плохая. Поэтому как-то так завершаем групповый этап Лиги Европы. Посмотрим. Ну вот АЭП вышли. Стэд Реймс. Лейпциг. Баруси Мюнхенгладбах. ЦСКА. Рома ПСВ. Наполе Галатасарай. Ницца Тоттенхэм. Баруси АЗ. Милан Спортинг. Арсенал Вильям 2. Реал Соседата Рейнджерс. Валенсия Рио Аве. Фейнорд Глериал. Ну и здесь мы. Сейчас надо еще посмотреть Лигу Чемпионов. С третьего места команды там тоже попадают. Итак, вами пройден групповой этап. Там Стивен Джернс с Санчесом празднуют. Фучь никуда не собирается. Это очень плохо. Вот. Я бы его скорее бы продал. Вот Варди интересуется кстати Хофенхайм. Так, смотрим. Смотрим еще и Лигу Чемпионов. Так, а там да, уже плей-офф тоже это надо посмотреть. Зенит попадает в Лигу Европы. Бешикташ, Марсель, Шахтер, Краснодар, Брюге, ПСЖ, Бенфика. Все. Ну вот самые здесь серьезные это ПСЖ. Мне кажется, как-то так. Ну что же. Я не знаю. Давайте посмотрим здесь сначала плей-офф Лиги Чемпионов. Интер и Мью. Атлетика, Ливерпуль, Челси, Ювентус, Селтик. Матча Терсити. Здесь для Сити прям повезло. Порто-Аякс равный прям матч Лацио-Барселона. И Станбул-Бавария. Баварии тоже здесь повезло. Ну и также повезло Мадридскому Реалу. Они сыграют с киевским Динамо. Ну и наш плей-офф. А мы сыграем против АЗ. Нам тоже действительно повезло с жеребьевкой. На этих парах Галатасаре против Краснодара. Тоттенхэм против Фейнордом и против АЗ. Спортинг Брага против Арсенала. Уильям против Ромы. Рейнджерс против Ниццы. Риоавы. Стадереймс. Вильяреал. Баруси Менхенгладбах. АЭП. Как раз вот эта вот команда, которая играла с нами в группе. Сыграет против Дортмундской Барусии. Лейпциг против Реал Соседада. ЦСКА с Валенсии. Серьезный прям матч. ПСВ Милан. Зенит-Наполь. Здесь тоже очень не повезло российскому клубу. Бешектаж Брюге. Марсель Бенфика. Шахтер против ПСЖ. Я не знаю. Шанс ездить, наверное, только у Краснодара из российских клубов. Что-то показать. Поэтому как-то так. Нам приходит сообщение. Работа во Фрайбурге. Нам предлагают тренировать немецкую Бундеслигу. Вот. Поэтому как-то так. Но это интересно в любом случае. Из Бундеслиги вроде еще ни разу так далеко нам не предлагали. Поэтому как-то так. Мы завершаем сегодняшний выпуск. Так. Я посмотрел там по расписанию. У нас не получится увидеть с вами новых игроков даже в следующем выпуске. Потому что в следующем выпуске там последний матч 30 декабря будет. По нашему календарю. Трансферное окно начинается с 1 января. Поэтому в следующем выпуске будет у нас трансферное окно. Поэтому как-то так. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Обязательно приходите на них. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok